С вами Витал Цивчак и уже зараз про новую хвалю репрессиев. Уберащи затрымали блогера Сергея Пятрухина, автора каналу «Народный репортер», а под Могилёвым вытягнули з машины Сергея Тихановского, який вел канал «Страна для жизни». А у нас на видеосвязи Азмисер Козлов, больше так само вядомый, як блогер Шары Кот. Витаю сердечно. Да, здравствуйте. А шым вы звязываете новую хвалю репрессиев супраць блогераў, так само супраць активістов, які їх патрымлюваюць? Ці не звязанна гэта выпадкова з тым, што людзі абураюцца, як дзержава інформуе їх ў ситуаціі з пандыміей коронавіруса? Да, безусловно. Я думаю, што эта одна із главных причин, но не езінственная. Потому что здесь мы приближаемся все ближе и ближе к намеченной дате выборов в Беларусі. Лукашенко сейчас очень слаб. У него очень слабая позиция, как никогда. Он слаб, и у него может не хватить денег. Поэтому он сейчас пытается всячески сдержать как-то гражданскую активность. То, что сейчас делают блогеры, многие прямо вот говорят так, что вы делаете больше, чем системная оппозиция, чем политики. И это на самом деле правда, я в это верю, потому что именно блогеры пострадали чуть ли не больше всего, когда были акции «Незалежность». И когда вот сейчас начинается давление. Сейчас давят блогеров, в первую очередь. Посадили Петрухина. Сейчас он в ВВС, находится в Бресте. Кабанова сажали на 15 суток. Бекулика. Ну, там как бы, да, тех, кто протестует против Брестского завода. Сейчас Сергей Тихановский. Он ездит смело по городам, разговаривает с людьми. То есть там прямой контакт. И он говорит открыто против власти. Лукашенко, естественно, который и так слаб, он нервничает, видимо. И сейчас один из главных призывов, который он сделал, это выходить в городах на кормление голубей. То есть люди просто собираются, как бы, да, соблюдая дистанцию, там, маски, все как положено. Не какие-то там массовые скопления. Корбить голубей и обсуждать политическую ситуацию. Это очень страшно, потому что это не политические партии, даже которые можно контролировать. Они боятся власти всего, чего они контролируют. Вы мяркуете, что, власно, улады раздражнились вот с гэтым контактом блогеров с простыми людьми. И тем, что им удалось, власно, усталевать гэтую совесть и нават закликать людей на соправданные акции протестов. Да, потому что государственная пропаганда, она уже не работает. Если там в 90-е годы, в начале нулевых, там, тот же даже 2010 год, телевизор смотрели гораздо больше. Сейчас смотрят гораздо меньше, и просто качество контента очень низкое. Ну, что там смотреть можно? Да, может быть, исторические какие-то программы, там, по Беларуси 3, может, спорт. Но не более того, какие-то программы, новости лживые, люди смотрят, там все хорошо. А смотрят, на самом деле, в кошельке пусто, везде коронавирус, а там показывают, никто не умирает. Недавно вот один канал там показал правду. Казалось бы, с такой стороны, с которой, ну, вряд ли они стали ссориться. Все равно, видите, как Лукашенко, он очень такой. А блогеры-то, тем более, они не подконтрольные совсем никак. Нагадаю, что, власно, с дымашной группой российского первого канала, пасля репортажу со столбцов, пазбавили аккредитации и нават выгнали из Беларуси. Власно, так само, маю до вас подразмиссер такое пытание. Вось, Сергея Тихановского арештовали, арештовали, так само, Сергея Пятрухина, и людей, які выходзели у патрымання блогеров, їх так само, у невядомым керунку, люди у цывильным арештовали. А які у блогеров цепер планы, вось як адказывась на гэтае репрессії з боку ладу? Ну, за всех блогеров я не могу сказать, во-первых, потому что я не знаю всех планов. И как бы даже если бы знал, я думаю, что не стоит публично их заранее озвучивать. Потому что вчера, например, про этот митинг на Немеге я узнал буквально там за минут каких-то 20-30 до начала. Мне просто сказали, и то там было такое сообщение, кто-то говорил на Октябрьской, писали, кто-то там на Немеге, и все. Я едва ли успел доехать туда с задержкой на 20 минут. Но там уже были сотрудники в штатском, они уже узнали. Поэтому если сообщать планы заранее, то они, скорее всего, не состоятся. Я не думаю, что что-то стоит говорить. Вось таким, в сарафанном способом распространяется информация, и что сякало, вельми им кливо и худко. И так само, у вас снова такая, что солидарность, и она обуджается в громадстве. Да, безусловно. То, что делала власть вот с коронавирусом, это было, мне кажется, последней каплей. Они просто показали свое полное презрение, неуважение к народу. Неуважение даже к отдельным людям, к родственникам. Вспомните, что он говорил там по поводу смерти актера Дашкевича, что он говорил по поводу врачей, которые спасают жизни белорусов сейчас, которых не обеспечивают средствами. Там забитая палата, и все. Там говорят по одной маске на человека, или там по маске на два часа. В общем, страшные вещи творятся. Люди закупают за свои деньги, хотя медицина содержится за налоги. Куда идут налоги? На парад, на флагшток. Вот сейчас будет проводить парад смерти, так называемый, на который я призываю всех не идти. Я, возможно, туда пойду сам, как политический блогер, чтобы показать это, иначе они просто покажут в новостях, что все было хорошо, людей было много, посмотреть, сколько реально пришло людей. Но я никого не призываю ходить на такие мероприятия, потому что это опасно. Лучше пусть один человек придет, который сам для себя решил, а остальные пусть сидят дома и смотрят это. Не ходите, если вам на работе будет говорить, заставлять, отказывайтесь. Берегите свою жизнь, а главное, своих близких. Господин Змитер, шыра вам дякую за гэты коментар. Нагадаю, для наших летошоу, что с нами на видеосувязи был Змитер Козлоу, так сама больше ведомый, як блогер Шары Кот. Блогеры не упершыню потрапляюсь под репрессии. Варта нагадать, что Змитер Козлоу отрымау наибольшая покарання за удел у акциях за незалежность Беларуси летась у Снежни, аж но 120 сотня у арышту. Змитер Козлоу